МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире программы Нереальная политика. С вами, как всегда, Андрей Колесников и я, Тина Канделаки. Сегодня у нас в гостях министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Леонтьевич Мутко. Ну что, так сказать, гут-ивнинг? Я отвечать не буду. На английском. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня мучает один вопрос. А есть какая-нибудь тайная технология, вот тайное оружие, по которому мы начали выигрывать все подряд, я имею в виду, право на проведение соревнований вообще любого уровня и ранга? Я перечислю только два наших последних достижения. Это вот Чип и Дейл спешат на помощь. Значит, Японии мы получили право на проведение чемпионата мира по фигурному катанию и спасли от национального позора Египет. Как известно, мы взяли на себя проведение чемпионата по пятиборью. Повторяю, есть какая-нибудь тайная технология, по которой это все выигрывается безоговорочно? Мне кажется, это просто уже, скажем, такой некий имидж и авторитет страны. Во-первых, страны, которая всегда проводит любой чемпионат мира, любой проект, турнир, который здесь проходит, на самом высоком уровне. Знаете, есть везде некие требования. Вот в Ванкувере прошли Олимпийские игры. Они провели неплохо игры, они провели ее... Мы провели плохо. ...на среднем уровне. Мы выступили неудачно. А организация игры, она тоже была не на самом высоком уровне. Поэтому, конечно, первое. Россия становится надежным партнером. Если дает слово, выполняет. Ну и технологии, как вы сказали, они тоже существуют. Мы уже, в общем, в определенной степени научились работать в этом плане. Научились красиво презентоваться. Ну вот, конечно, красивая была презентация, та самая знаменитая, которую знаменитой сделали вы. Без преувеличения. Мы все вместе. Можете нам сейчас, выступать по-честному, рассказать, как это было? И, может быть, просто воспроизвести частичку вашей речи? Очень бы хотелось. Потому что, ну, страна замерла. Мы должны ее понять. Во-первых, я вот что хотел бы отметить. Когда даже мы готовили презентацию, выступали с ней, а мы проехали практически весь мир, ну, где есть члены исполкома, я бы так сказал. Или многих пригласили сюда, там тоже работали технологии. И я хочу сказать, что когда мы рассказываем о стране, люди были в очень восторге от наших презентаций, от России. Потому что мы взяли уникальную заявку, мы взяли четыре кластера, мы взяли все города, очень исторические, с большой культурой, с большим таким историческим наследием. Смотрите, Ярославлю тысячу лет, Казань, вот совершенно... Ну, в мире много же тысячелетних городов и двухтысячелетних. Вы знаете, много, но о них все знают. А российские города, кроме Москвы и Питера, никто ничего не знает. Какие переговоры надо проводить, чтобы уже заранее понимать, вот кто симпатизирует стране, а кто не симпатизирует? Ну, во-первых, конечно, самым главным козырем, сильным было то, что я четыре года являюсь членом исполкома FIFA. То есть я с ними четыре года. Я всех этих товарищей, скажем так, 22 человека знаю. Откуда они, что они, кто они? Я с ними провел не одного... Ну, ладно, да, и вы с ними встретились, естественно, скажем. И, в принципе, я, конечно, понимал и знаю, в общем-то, если мне понятно было, что наша там Латинская Америка, они сразу мне сказали, Виталий, ты хороший парень, значит, если Испания вылетит, мы за вас проголосуем, а мы, мы братья, мы... что там ходить? А уж, чтобы Испания вылетела, мы побеспокоились, да? Да, но Испания не сразу вылетела, поэтому так эти семь голосов и были нашими конкурентами. Поэтому все букмекерские конторы ставили нам практически ноль. И, конечно, мы начали потихонечку работать, спокойно, мы не расширяли, сила наша была, что у нас был маленький заявочный комитет, по сути дела, возглавлял премьер, с ним мы все, значит, консультировались. А какие аргументы были у нас? Ну, у нас очень простой аргумент. Первый аргумент, надо, я уже сказал, просто знать философию той организации, где ты хочешь себя представить. Вот философия сегодня президента Блаттера и ФИФА, если взять по-крупному, она очень понятная. Футбол должен открывать новые горизонты, приходить в новые страны и оставлять большое наследие. Все, вот три тезиса главных. Россия сюда просто вписалась. И второе, значит, конечно, мы воспользовались тем, что сейчас в стране и кризис был, и там у многих стран большие проблемы. Конечно, 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 вопленные степени, что страна более стабильна, более, значит, прогнозируемое развитие этой страны, потому что везде там вопленные колебания. Но все-таки, знаете что, я вот настаиваю, что решающим аргументом стала ваша речь. Вот без преувеличений, да? Ну, сложный вопрос. Кто вам... Ничего сложного для меня, вот, например, тут нет. Для вас, наверное, это был очень сложный вопрос. Но скажите мне, кто вот вам... Кто-то же вам сказал, что вы должны ее произнести? Кто-то вам ее писал, наверное, да? Или, может быть, вы сами все решили? Нет, ну, как это было? Во-первых, конечно, когда мы делали заявочную книгу, когда мы делали уже саму презентацию, конечно, у нас были пленые консультанты. Немного, у нас был один-два консультанта, которые работали с нами. Это западные консультанты? Это западные консультанты. Это были профессиональные ребята, которые, в общем-то, помогали... Выиграли не одну заявку. И кто вам сказал про то, что вы должны... Да нет, ну, в принципе, конечно, это ясно, что мне надо было выступать. Это понятно сразу изначально, члены сполкома, я этих всех членов сполкома знаю, и, конечно, я должен был им что-то сказать. Да, но вы могли сказать по-русски. Значит, я не мог сказать по-русски, потому что мы действительно обсудили это дело. Я должен к ним обратиться. Мы все посчитали. Говорить... А, потому что посчитали. Допустим, мне было понятно на английском языке как раз та аудитория, которая могла за нас проголосовать. Потому что испанцы все говорят на испанском через переводчик. Моя задача была разговаривать с людьми, которые, в общем-то, говорят на английском. И причем тоже не факт, что на хорошем английском, потому что... Один носитель английского языка был. А все остальные говорят? Один. Это англичанин Томпсон, который говорил на английском языке. Поэтому я, в принципе, спокойно с ними мог говорить, как говорил всегда в перерывах, кулуарах. Я же с ними общаюсь. Вы же разговаривали по-английски? Конечно. Ну как я разговариваю? Значит, я разговариваю, общаюсь. У меня же переводчика нет, когда я приезжаю на исполком. Только есть синхрон, когда идет официальное заседание. А остальное я свободен. Поэтому, в принципе, как бы мы уже... Или наоборот зажат. Нет, свободен. Конечно, это был определенный вызов и для меня. Поэтому мы, в общем-то, речь сделали с моими коллегами, нашим консультантом. И когда, значит, ну я думаю, раз в пять, наверное, я... Он был моим зрителем. Когда у меня последний раз... А до этого еще, наверное, раз в десять без зрителей? Ну, до этого это водитель, это жена, это дочери. Я мог звонить, Диа Президент Блаттер. Ну, на самом деле... А звонили, понятно, конечно. Ну, на самом деле, в общем-то, нормально. И когда... А вы ее сейчас, извините, вы сейчас ее помните? Ну, конечно, я, в принципе, достаточно... Можете хотя бы начать? Потому что это то, что вот... Это настоящая радость. Нет, вы знаете, здесь какая вещь. Я могу вам сказать, просто, как бы там это ни звучало, пафосно. Вот ради того, чтобы это получить, я готов был станцевать. Я ничего особенного не сказал. Я знал, что я говорил. Я их поприветствовал. Я сказал о том, что сегодня вот мы перед вами, Россия, и у вас, и у нас большой шанс. Мы открываем новые горизонты. Это можно уже на английском. Да. Что страна у нас, в общем, динамично развивается. У нас хороший бюджет. Что у нас вот есть спонсор на Олимпиаде в Сочи. Мы показали, что мы можем и инвестиции привлекать. И сказал в конце он, он засеет, зе мэп. Как вы сказали? Ну ладно, ну что вам, жалпы, что ли? Ну я показал на карту, сказал, вот посмотрите на карту. Нет, вы не так сказали. Он засеет, зе мэп. Так. Да, посмотрите на карту. И вы видите, что там 10 раз, там или 20 уже проводила Восточная Европа, это чемпионаты мира. А вот Россия, не Западная Европа, а Россия проводит ни разу. Это шанс. Какой был у страны, когда мы разрушили Берлинскую стену, весь мир получил новую, совершенно мир. Сейчас мы разрушим некую другую стену, условную, и мы получим, значит, совершенно фантастическое. Это выбор у вас. И давайте этот выбор сделаем together. Thank you very much. А вы, скажите просто, что... You're good, Вань. Скажите, что это шло прямо из вашего сердца. От my heart, my heart. Да, это было. Да. Моя спичь моя была, это, конечно, моя heart, от сердца. Ну, раз уж вы так просите, давайте посмотрим видео, ставшее историей. Субтитры создавал DimaTorzok Let me speak from my heart in English. My friends, today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Millions of new hearts in minds. It also means a great legacy after the World Cup. Вы смотрите программу «Нереальная политика». Сегодня у нас в гостях министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Леонтьевич Мутко. Продолжаем разговор. У нас же принято всегда министров ругать, предъявлять им претензии, обвинять их в чем-то. Но вы реально после этой речи стали народным министром. То есть вот если, например, там кто-то ругает, кто-то задает какие-то вопросы, как бы там связанные с тем, как у нас обстоят дела в министерстве, есть ли там коррупция, готовы ли мы, есть ли безопасность. То каждый... Нет, отстаньте от него. Нет, но каждый второй или третий со смайликом таким, с улыбкой говорит, а спросите, английский-то он выучил. И видно, что люди очень доброжелательно настроены, потому что я думаю, что на вашем месте в этот момент очень многие россияне почувствовали себя лично. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что английский выучил и до этой речи. Конечно, но понимаете, уровень ответственности и уровень вызова, понимаете, потому что все же прекрасно понимают, что быть взрослым человеком, ответственным за страну и оказаться в такой ситуации, как школьник, и выстоять эту ситуацию на пятерку, это, наверное, большая психологическая работа. Ну, вы знаете, я очень ценю вот такие вещи, потому что действительно, может быть, я делал это и думал, вот именно думал о том, что это нужно нашей стране. Я думаю, что если я буду продолжать заниматься этим проектом, мы сделаем все достаточно публично. Все будут знать, сколько стоит какой стадион, кто его проектирует, кто строит. Мы это должны сделать. Что с ним дальше будет? А с ним дальше будет. Мы же сделаем все стадионы. Знаете, это вообще, вот действительно, мы себя почувствовать даже не можем. Кто побывал на таких турнирах, даже вот в Африке, там, Германии. Вы понимаете, это, в общем-то, мы будем другой страной в 2018 году. И к нам приедут, ну, практически, там, пару миллионов. А потом мы станем той же самой. Не должны мы потом стать. Мы должны от этого толкнуться. Смотрите, вот у нас даже Лига чемпионов, вы говорите, а люди все равно, вот я читаю, они пишут. Ну, а что толку-то, да, провели, да, сделали, да, потратили, там, около 40, да, миллионов, и что? Никакой прибыли с этого нет. Во-первых, я задаю вопрос, я не понимаю, откуда люди делают вывод, с чего прибыли есть, с чего прибыли нет. И как вообще вы проектируете, да, как вы вот считаете, допустим, тот же чемпионат мира? Это может быть прибыльным мероприятием для России, или мы просто вкладываемся в имя? Знаете, вот даже взять футбольный мундиаль, который будет в 2018 году. Есть два вида расходов. Вообще, чтобы понятно было, все права принадлежат ФИФА. Это его чемпионат, имя, доходы, коммерция, все это его. Это его. Он зарабатывает где-то на чемпионатах мира, где-то 3,5 миллиарда долларов. Это его прибыль. Тратит около 2,5. На что он тратит? Часть он тратит на организацию проведения. Собственный чемпионат мира нам обойдется, стране. Ну, если на рубли будем переходить, где-то 29,8 миллиарда рублей. Всего. Это организация проведения. Вы же знаете, что, извините, смета в ходе реализации вырастает в 2 и в 3. Нет, она ничего не вырастет, потому что это смета, операционная смета оргкомитета, которой будет утверждена ФИФА. То есть это они дают нам денег? Это на 80% из этих доходов... Как грант. Как грант они дают суда проведения. А дальше мы тратим. Это не мы тратим. Вот сейчас на сам чемпионат. Практически он из доходов будет покрыт. Доходы страна может превысить эти доходы за счет продажи билей.